В эфире телеканала БТБ, программа «Важный день» в студии. Наталья Маслова, здравствуйте. Результаты внеочередных выборов Верховную Раду еще не оглашены, но переговорный процесс на предмет создания парламентской коалиции в самом разгаре. Президент встречается с некоторыми лидерами победивших партий и вроде бы есть даже некоторые договоренности, неофициальные, часто противоречивые. О формате коалиции, об условиях ее формирования и, конечно же, о том, какое правительство будет вести страну к жизни по-новому, обо всем этом и многом другом говорим с нашими сегодняшними гостями. Это Василий Яблонский, политолог, заместитель директора Национального института стратегических исследований Украины. Добрый вечер, Василий. И Юрий Рубан, руководитель департамента гуманитарной политики администрации президента Украины, политолог. Спасибо большое, что пришли. Итак, сегодня руководитель предвыборного штаба партии Блок Петра Порошенко Виталий Ковальчук рассказал, когда уже стоит ждать формирование коалиции и правительства в течение недели после первого заседания Верховной Рады 8-го созыва. Оно, в свою очередь, состоится в третьей декаде ноября. Скажите, не выдается ли желаемость действительно вот так вот четко прописаны сроки? Ну, я бы сказал так, что большого выбора нет, поскольку реформы затянуты в силу различных причин. Во-первых, это, конечно, военные действия, которые отнимали много сил и ресурсов власти. И есть какое-то ожидание в обществе, есть ожидание в международном сообществе. И все эти, скажем, ожидания, они как бы давят на власть, и власть начинает двигаться в направлении самоорганизации, формирования коалиции и, соответственно, правительства. Юрий, как вы считаете, насколько гладко идет процесс формирования и уложатся ли в эти заявленные сроки? Павел, Наталья. Я скажу то, что, я думаю, вы подразумеваете своим вопросом. Я предлагаю просто его назвать. Так как, на самом деле, для многих очень людей, я думаю, для телезрителей в Украине и за ее пределами. То есть вопрос, на самом деле, звучит так. Не получится ли нового противостояния в парламенте между, скажем так, президентом и тем политическим крылом парламента, который его поддерживает, и премьер-министром, и тем, соответственно, политической группой, которая его поддерживает. Конечно, у нас у всех на памяти печальный опыт 2005 года, собственно говоря, с 2005 по 2010 год. И, разумеется, глядя на нынешнюю ситуацию в Украине, а она с точки зрения экономики, политики, с точки зрения аннексии, агрессии со стороны Российской Федерации, она намного хуже и тяжелее, чем та, что была в 2005. И у нас, и я думаю, что и у меня, и у вас есть ощущение такого, что второй раз Украина такой раз припросто не вынесет. И в этом смысле у нас, если вот с такой точки зрения посмотреть, у нас, мне кажется, нет в данный момент никакой информации, которая бы говорила о каких-то признаках противостояния между двумя политическими силами. Обе политические силы называют друг друга в качестве главных партнеров, обе политические силы говорят о своем европейском выборе Украины, обе политические силы, говорят, представили свои, скажем, наметки каких-то коалиционных программ. Они немного разные по подходам, но я утверждаю. Вот я посмотрел проект программы, который, собственно говоря, представлен президентской стороной, она от имени политической силы «Солидарность», она там на их сайте. То, что представил премьер, я утверждаю, что эти документы, они вполне сопоставимы. Они немного разные по стилю, немного разные в этом, но они, в принципе, вполне сопоставимы, и можно себе прекрасно представить, как они будут накладываться. То, что сейчас происходит вокруг, собственно говоря, этой коалиции, мне кажется, что это, в первую очередь, если хотите, общество хочет быть уверенным в том, что, первое, что не произойдет второй раз вот этой свары. Второе, общество хочет быть уверенным в том, что вот эти жертвы огромные, то, что произошло, оно не напрасно, и все-таки вот это европейский, то, что мы называем европейским выбором и глубоким реформированием, или как угодно, ну как, в качестве образа мы называем это жить по-новому, или так далее, что это действительно будет воплощено в конкретных законодательных актах, в конкретных решениях кабинета министра. И то, что мы сейчас видим, у нас, собственно говоря, говорит о том, что, ну, таких каких-то, каких-то сомнений относительно того, что какая-то вдруг политическая сила будет вот откажется от европейского выбора, и что-то будет опять возвращаться от прошлого, и у нас нет. Еще третий, очень важный, и это тоже, мне кажется, очень важный результат, если хотите, и вообще политического процесса, и революции, то есть общество очень требовало, оно требует много информации. Оно действительно требует много информации, оно оставляет за собой право журналисты, гражданские активисты, они оставляют за собой право интерпретировать, и, ну, грубо говоря, активисты требуют от власти, а вы нам докажите, что это именно так, а вы нам продемонстрируйте, что это не просто ваши слова, не просто лозунги, а это именно так. И с этой точки зрения, я бы так сказал, у нас видно все признаки того, что выборы у нас уже закончились. Это видно по... Пока еще немножко рано об этом говорить, все-таки результаты не оглашены окончательно. Я понимаю, речь идет не об арифмических подсчетах, а о том, что я вижу, что главные политические игроки, они выборы уже закончили. В каком смысле? Отложена вот эта риторика избирательная, которая прославляет себя, изобличает там, собственно говоря, оппонентов. Ну, я не соглашусь, потому что Ляшко сегодня опять представил какие-то 9 новых шагов. Господа, я думаю, что господин Ляшко у нас будет чем-то таким, что-то мне кажется, он будет, как это, в России это называется несистемная оппозиция. Вот мне что-то так кажется, что господин Ляшко, он обрекает себя на роль вечного оппозиционера. Ему в этой нише, очевидно, комфортно. Очевидно, это тоже он какую-то часть своего избирателя нашла и нашли родственные души. Давайте немножко Ляшко оставим в покое, в общем-то, в продолжении того, что вы говорите. Вот сегодня Ковальчук, опять же, руководитель предвыборного штаба блока Петра Порошенко, он сказал о том, что, отвечая на вопросы журналистов о фермеровании коалиции и правительства, произнес такую фразу. После оглашения окончательных результатов неочередных парламентских выборов мы сможем продуктивно поработать. У вас лично есть такая уверенность, что в ближайшее время действительно продуктивно поработают? Я думаю, осталось, если надо формальный какой-то привод, то есть несколько проблем на некоторых округах, которые сегодня председатель ЦИК голосил о том, что на двух округах, если я не ошибаюсь, надо провести повторный пересчет голосов. И таким образом будет открыт, дан зеленый свет уже оглашению результатов. Поэтому я думаю, что, опять же, возвращаясь к ожиданиям общества, политики будут работать, продвигаться в этом направлении. Я немножко добавлю информацию, то, что вы сказали, будут пересматриваться результаты выборов. Вот оппозиционный блок, например, требует пересмотра голосов на участках, где не совпали данные электронного подсчета и протокола с мокрыми печатями. Представитель оппозиционного блока Юрий Мирошниченко сказал о том, что на некоторых участках расхождение даже не в сотни, а в более чем в тысячи голосов. Это дает нам основание считать, что там проходили фальсификации. В общем-то, такая у нас история со свободой. Были пикеты и жалобы поступают с КПУ. Я бы приветствовал это заявление господина Мирошниченко, если бы оно было сделано в октябре 2012 года. Вот тогда не совпадало, хочу напомнить телезрителям, тогда не совпадало даже не на сотни голосов, а не совпадало на тысячи и тысячи и далеко не по одному округу. Вот тогда надо было смотреть. В принципе, я хочу сразу сказать, что этот феномен, когда немного не совпадают электронные результаты и те, которые в протоколах с мокрыми печатками, этот феномен известен, и я думаю, с этим можно будет разобраться. На это существует ЦВК и те процедуры, которые там предусмотрены. Заявление звучит, в общем-то, от свободы? Да. Ну, понятно. Понятно, почему свобода. Понятно, что свобода не прошла. И, понятно, это, конечно, они будут бороться, и для них это важно вообще даже для будущего, это пиар, это образ обиженных в результате какой-то демонической интриги, это все понятно. То, что касается в нескольких округах, хочу подчеркнуть, речь идет не о пересмотре результатов, речь идет, опять-таки, о возможном пересчете голосов, это во-первых. И, во-вторых, если я правильно понимаю, есть проблемы, если я правильно понимаю, на некоторых округах, по-моему, на 140-м, где просто произошла немного смешная вещь, когда исчезает председатель... С печатью. Да, вместе с печатью и даже с секретарем. В этом смысле это действительно, ну, это варварство, если хотите. Но, тем не менее, очевидно, с этим придется как-то жить. То есть, если всерьез об этом говорить, а это действительно, скорее, не смешно, а печально, речь идет вот о чем, о том, что все-таки, все-таки, нам нужно принимать какие-то решения относительно нового избирательного законодательства. Потому что многие говорили, что, к сожалению, наше законодательство и, во-первых, сам принцип вот этой смешанной системы, мы же видим, что, собственно, по пропорциональной системе у нас результаты подведены и уже давно, и оно, в принципе, все понятно. Там сколько посчитано на нынешний день? По-моему, там 99 и с каким-то хвостиком голосов. А все упирается в мажоритарку. К сожалению, в нашей нынешней правовой ситуации с тем реальными, с той милицией, которая у нас есть, с теми судами, которые у нас есть, к которым будут обращаться апелляции, это, ну, оно не работает. И в этом смысле, наверное, нужно будет принимать какие-то решения по поводу, как это предлагалось, начиная от избирательного кодекса и кончая, возможно, даже возвращению к чисто пропорциональной избирательной системе. Ну, я вернусь все-таки к ситуации со свободой. Вот, насколько известно о договоренностях свободы с ЦИКом после сегодняшнего пока мирного пикета, данные будут сопоставлены до 10 ноября, если результаты все-таки не устроят. Вот какого развития ситуации ожидать? Вот Тик Демок сегодня сказал, что свобода не проиграла, все только начинается. Ну, опять же таки, проигрывать всегда тяжело и неприятно. И особенно, когда ты проигрываешь несколько десятых процентов, конечно, это очень, как бы, хочется. Вот ты уже почти, тем более, экзит-полы дали такую надежду. И, конечно, свобода сделала очень много ошибок, которые были, ну, скажем, при вхождении во власть, при проведении политики в более-менее контролированных регионах западных, она в определенной мере дискредитировала себя. И, скажем, вот этот откат электоральный, когда мы могли говорить о том, что, ну, скажем, пик пришелся, опять же таки, на те выборы, которые были в 2012 году. Сейчас общество... Ну, все-таки, вот, пытаясь довести, свобода пойдет на какие-то радикальные шаги? И может поставить под сомнение вообще вот выборы целиком? Сама свобода, ну, может, наверное, пойти, как бы, на какие-то радикальные шаги, но здесь надо искать какие-то правовые решения этой проблемы, поскольку, ну, скажем, время революции закончилось, и общество, оно же недаром проголосовало, как бы, вот за центр, не за крайности. Мы видим о том, что ни коммунисты, ни националисты в парламент не вошли. То есть, вот, идея, так, кстати, одна из ключевых идей одной из партий-лидеров, которая пришла в Верховную Раду, это, как бы, время работать вместе, да, вот, собирать и мирный, мирный, мирный поступь. И, как бы, партия войны, собственно говоря, это и, ну, в кавычках, конечно, они в парламент не прошли, поэтому свободе будет довольно-таки тяжело, как бы, привести аргументы, почему они должны были... Аргументы у них довольно жесткие. Я понимаю, но мне кажется, что общество несколько устало от таких революционных политических баталий. Я предлагаю поговорить по поводу возможных назначений. Вот информация про возможные назначения пока у нас есть неофициально, об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, об этом немножко позже поговорим. Вот издание «Обозреватель» также из своих источников сообщает, что вопреки ожиданиям квотного распределения должностей в правительстве не будет. Примером остается Яценюк, он формирует правительство под себя. Скажите, это похоже на правду и вот по поводу отсутствия вот этого вот квотного распределения? Давайте уточним определение. Квотное распределение не означает, что представители тех или иных политических сил не входят, собственно говоря, в состав правительства. И я думаю, что вряд ли у нас будет чисто технический кабинет. Знаете, такие примеры иногда бывали, когда в правительство входят абсолютно посторонние люди, которые не были даже депутатами. Не политики. Да, которые просто не политики. Например, это правительство Монти Виталий. Вот хочу напомнить, когда Италия оказалась... В России. Да, да, да. Когда страна на грани дефолта, там приходит правительство, которое, собственно говоря, не политиков, а тех людей, которые пользуются доверием банкиров, капитанов промышленности, инвесторов и так далее. Такие примеры были. Я был бы поражен, если бы украинский политический класс в нынешнем своем состоянии согласился с таким. Я думаю, что все-таки будут среди членов правительства, мы увидим политиков. Но квотный же принцип означал не только это. Квотный принцип, к сожалению, то, что мы видели в полгода последний, означал следующее. О том, что делились и распределялись между членами коалиции все должности, буквально во всех министерствах. И, собственно, министерствах, и, да, по крайней мере, до начальника отдела. И то же самое происходило в областях. То есть в районах, в районных администрациях, в областных и так далее. Результатом у нас оказался, к сожалению, ну, скажем так, если не паралич власти, то, по крайней мере, паралич способности власти совершать любые реформы. То есть статус-кво как-то поддерживался, но весь реформаторский потенциал в этой черной дыре вот этой коалиционности, он исчез. Я надеюсь, что с этим будет покончено. То есть я думаю, что в этом самое главное. То есть будут приняты какие-то решения, которые будут касаться, например, президентской вертикали власти и его поддержку, его кандидатур, например, на обладминистрациях, например. В то же время очевидно, что какие-то политические силы сформируют Кабмин, в который войдут люди. Но, по крайней мере, ну, например, скажем так, понятно, что в Министерстве здравоохранения, наверное, будут новые люди. Давайте немножко об этом уже по конкретным министерствам отдельно поговорим. Все-таки вот если, скажем так, вот этого квотного распределения не будет, вот почему на это пошел президент? То, что же высказываются такие мнения, вот взамен на президентское большинство в парламенте или еще-то на что-то? Ну, правительство, кроме всего прочего, формируется и под определенные цели. Сейчас довольно амбициозные цели, которые не отрицаются ни в президентской команде, ни в премьерской команде. Проведение реформ, реформ, которые бы двигали Украину вперед. Поэтому правительство, очевидно, не как действующее правительство, хотя перед ним надо снять шляпу, но оно было ответом на Майдан, как бы раздавали должности вот от заслуг людей на Майдане, в большей степени. Ну, результаты плачевные, скажем так, в многих отраслях. Ну, результаты, скажем так, все-таки страна удержалась на плаву, страна противостоит агрессии. Я бы не говорил, что это плачевные результаты. Но сейчас есть, как бы, несколько другие акценты, несколько другие задачи. Надо формировать команду, которая не боялась бы, которой бы присутствовала политическая воля и умение проводить реформы. Реформы, которые бы приближали нас к цели, к евроинтеграционной цели. Там можно говорить о том, что это произойдет, подача заявки в 2020 году или годом позже или раньше. Но вот цель евроинтеграции и Евросоюз. Ну, вот Ясенюк свое правительство называл, как известно, правительством Камикадзе. Вот следующее правительство, которое сформируется, можно ли вот таким вот считать? В определенном смысле да. То есть, если мы будем говорить о том, что реформы удаются, то это будет правительство победителей. Если же реформы в той или иной мере будут пробуксовывать, или не будет успеха, или не удастся удержать социально-экономическую составляющую, которая довольно-таки серьезно влияет на поддержку общества тем или иным реформам или изменениям, тогда можно говорить о том, что это будет правительство Камикадзе. Ну, скажем так, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому все дело в руках правительства. И, естественно, успешность реформирования экономики страны зависит от нового правительства. Я немножко в разговоре вернусь к тому, что мы уже говорили. Вот «Украинская правда» сообщает из своих источников, это опять сегодня официальная информация, что президент сейчас активно расширяет фракцию своего блока. Вот ему якобы удалось договориться о вхождении туда 20 мажоритарщиков. Вот прогнозируете ли вы, что этот процесс расширится, это будут уже не 20, скажем нам, 40-30 человек, и сформируется стабильное пропрезидентское большинство, которое будет формировать и диктовать свои правила? Ну, арифметика упрямая вещь. То есть такого, чтобы блок Петра Порошенко смог сформировать 226 голосов, то, что вы говорите, пропрезидентское большинство, это сложный вопрос, не похоже. Но то, что две политические силы, блок Петра Порошенко и Народный фронт, могут вполне сформировать, с включением то, что вы говорите, с включением, собственно говоря, мажоритарщиков, могут сформировать стабильное большинство, и я подчеркиваю, стабильное, это очень важная вещь, дело в общем. То это, начнем с самого главного, что они сформируют большинство стабильное, причем это вполне, и я думаю, что с огромной долей вероятности можно это прогнозировать. Здесь вот что очень важно, опять-таки. С точки зрения политических выборов и перспектив, мне кажется, дело в том, что мы видели, что правительство, которое, вот, Арсения Петровича, оно было действительно сформировано на волне Майдана. Есть страшное подозрение, что там в его формировании огромную роль сыграли Бьют и лично Юлия Владимировна Тимошенко. То есть результат был такой, что это правительство, в общем-то, практически никогда не опиралось на большинство, стабильное и так далее. Любое голосование, я хочу напомнить, по влажным вопросам, оно сводилось буквально к выкручиванию рук, когда премьер там декорировал, что он чуть ли не идет в отставку, если там что-то не... и все это. И результат был довольно скромным с точки зрения реформирования экономики. Это ему большинству, которое вот сейчас будет создано, ему предстоит сделать не просто то, что захватывающие вот это вот ваши вопросы, захватывающий персональный такой вот драма, кто станет министром, кто не станет, но это, мне кажется, второстепенный вопрос для большинства. То, что касается нас всех, этому большинству придется принять бюджет 2015 года. Есть страшное подозрение, что этот бюджет никому из нас и даже наших телезрителей не понравится. Есть страшное подозрение, потому что мы в такой сложной экономической ситуации, что для того, чтобы дать вот этот вот оборот экономике и каким-то образом поставить ее на ноги, придется предпринимать очень многие жесткие меры, ограничения, которые с точки зрения там, ну, я вот скажу, как с точки зрения там, социальной политики, с точки зрения политики занятости и так далее, все это будет очень сложно. И в этой ситуации очень важно, чтобы вот это большинство, оно не просто вот сразу бюджет принять, они сразу должны будут принять, но после этого, для того, чтобы этот бюджет не сработал просто на сжатие, вот просто сжатие и все, вот остались без надбавок зарплате, вот и сидите. А для того, чтобы были приняты новые законы, которые позволят в следующем году начать потихоньку процесс восстановления экономики, повышение доходов, доходной части бюджета, для этого вот это большинство, оно должно не распасться, не исчезнуть там, собственно говоря, не разбежаться по разным лагерям, глядя на то, кто там, какие политические перспективы, а чтобы оно было стабильным. Для этого, мне кажется, очень важно, чтобы это большинство было, все-таки ядро его составили две мощные политические силы. Мне кажется, что в этом больше гарантии. Вот, кстати, Андрей Садовой, лидер самопомощи, вот как раз я зацитирую по теме, сказал такие вещи, вот ключевое сейчас, чтобы два победителя выборов нашли понимание между собой, не допустили убийственного для страны конфликта, повторение 2005 года станет для нас трагических. Вот если, в общем-то, звучит такая фраза, то сценарий такой вероятен? Ну, вероятен, потому что у нас есть опыт такого негативного сценария развития страны, и поэтому, с одной стороны, мы видим, что где-то в 2006-2007 году говорили, если вот после Майдана общество уже не поднимется, ну, скажем, десятилетиями, или поколения не будут, скажем, способны поверить какую-то идею и отстоять свои взгляды, отстоять свои ценности. То же самое, но общество сумело, общество сумело это сделать, и точно так же можно говорить, но с негативным знаком о том, что у нас, увы, есть негативный опыт, и этот опыт, как бы, вчерашних союзников, которые вместе шли к цели, вместе победили, но, как бы, бороться против кого-то намного легче, чем защищать и быть вместе. Ну, скажем, сегодняшняя ситуация, она уже отличается от ситуации десятилетней давности тем, что есть довольно-таки амбициозные политики, которые, как бы, в одном лагере победителей... Ну, на самом деле это плюс или минус? Я думаю, это плюс. Для, скажем, для той ситуации, в которой сейчас есть Украина, это большой плюс, потому что без здоровой, ну, скажем, без здоровых амбиций, без стремления к свершениям, и в данном случае к реформированию фактически всей страны. Мы знаем, президент озвучил более, скажем, 60 реформ, которые, из них 8 первоочередные, это колоссальные сложности задачи, и под которые надо искать ресурсы. Поэтому я соглашусь с Юрием Григорьевичем о том, что, как бы, бюджет, он должен стать со временем инструментом развития, и он должен создавать условия для того, чтобы развивалась экономика. Не станет ли принятие бюджета как раз вот этой дестабилизирующей силой, которая вот расколет? Я думаю, что нет, поскольку бюджет будет готовить правительство, в которое войдут как раз представители победивших, победивших сил. И, скажем, часто коалиции или союзы политические в Украине раскалывали выборы, которые должны были состояться через полгода или через год. Перед этими, скажем, событиями коалиции, как правило, распадались или не были формальными. Вот такой угрозы для страны сейчас, по крайней мере формальной, нет. Президентские выборы были в мае, в октябре парламентские выборы. То есть это довольно-таки уникальная ситуация, если абстрагироваться от войны, когда украинский политикум может действительно работать, забыв на какое-то время, хотя политики об этом никогда не забывают, о будущих выборах. Мы увидим это уже скоро, когда заработает новый парламент. Вот обсуждали сегодня создание коалиции. Петр Порошенко встречается с разными руководителями партии. И вот интересно по поводу Юлии Тимошенко. Результаты встречи пока не афишируются. Накануне Тимошенко заявила о том, что она готова создать такой демократический альянс. Вот о чем мог говорить президент с руководителем партии, которая вот еле-еле преодолела 5-процентный барьер? Ну, я думаю, что пресс-секретарей нам больше расскажут об этом. Ну, ваше предположение. Но мое предположение следующее о том, что, опять-таки, у нас есть много, вот опять-таки, исходя из прошлого, наверное, у многих избирателей есть много претензий к госпоже Тимошенко, и она поэтому, вот ее рейтинг, ее политическая сила, очевидно, именно такой. Но, тем не менее, она вошла в парламент, она декларирует свои европейские устремления. И если, и стране нужны изменения, в том числе, конституционные. Президент об этом говорил. Для того, чтобы изменить конституцию, а это нужно будет сделать, потому что наша конституция, при всем, значит, при всей ее демократизме, и она не дает много ответов на многие вопросы. Это проявляется уже сейчас. Ситуации, вот, собственно говоря, внешней угрозы, ситуации угроз национальной безопасности и так далее. С этим надо работать. И, разумеется, лишних голосов в конституционном процессе не бывает. Потому что конституция, в моем понимании, это же не просто красиво написанный текст, там, грамотными юристами и так далее. Конституция – это соглашение политического класса на тему того, по каким правилам он будет играть. А госпожа Тимошенко, мы себе представляем, что она такой игрок, как бы сказать, это такой игрок, который очень часто отказывается играть по тем правилам, по которым играют все остальные. Это привело ее в свое время в очень сложные ситуации, но для нас очень важно, чтобы оно, как бы, в нашу страну и наш конституционный процесс не привело в сложную ситуацию. То, что вы, вот, возвращаясь к тому, что сейчас подобное искушение играть вне правил, вот вы говорили, например, о свободе. Свобода после того, как результат их выборов, ну, по сути, признало европейское сообщество, признали Соединенные Штаты, даже более того, Россия сказала, что эти выборы состоялись, и все в этом вот. В этой ситуации, господами свободы идти, как какая-то несистемная сила и пробовать оспорить их результаты, очень сложно. И мне кажется, что важно, чтобы вот таких игроков, которые ломали бы, вот, если хотите, какой-то политический консенсус большинства, их надо каким-то образом, с ними надо работать, их надо видеть, видеть и все-таки каким-то образом интегрировать. Ведь для того, чтобы действительно наш обеспечить единство страны, этот политический процесс должен быть, как говорят модное слово, вот такой инклюзивным. То есть он должен предлагать какие-то возможности для разных политических сил. Скажите, интересно, вот Порошенко встречается и с Яценюком, и с Тимошенко, и с Садовым, но нет информации о том, что он встречался с оппозиционным блоком и с радикальной партией Лешка. Вот идут такие переговоры, как вы думаете? Ну, есть заявление о том, что оппозиционный блок не будет входить в коалицию, это понятно. О Лешко говорить довольно-таки рано. Я думаю, что это довольно-таки молодой политический проект, и он должен себя каким-то образом проявить в парламенте. Я рискну предположить, что коалиция будет создана без Лешко. Без его радикальной... Он, по-моему, уже согласился принять участие в коалиции. Без радикальной партии. Его могут потом отцы-основатели попросить войти в коалицию. Такой вариант тоже возможен. И, кстати, через причины, о которых говорил Юрий Григорьевич, о необходимости конституционного большинства, поскольку консенсус должен быть найден. Но есть довольно-таки серьезная опасность выпасть из этой ниши популистской, поскольку, войдя в коалицию, войдя в большинство, есть такие почетные, скажем, обязанности возлагаются, уже ответственности за политику, которую ведет правительство. Поэтому я не знаю, насколько этой политической силе с теми лозунгами, с теми подходами и теми политическими связями, которые есть, будет интересно брать на себя какие-то обязательства, выполнять их, поддерживать правительство. Значительно легче критиковать и с позиции оппозиции работать. Вот сейчас широко обсуждается формат коалиции, которая будет состоять из четырех партий. Это блок Порошенко, Батьковщина, самопомощь и радикальная все-таки партия Лешка. Скажите, возможно ли в таком раскладе какие-то другие изменения, неожиданности? Возможно, кто-то все-таки, как сказали, откажется от участия. Подождите, а в этих четырех, а куда вы дели... Батьковщина, М2. Куда делся Народный фронт? Куда исчез? Он присоединяется к Народному фронту. А, он присоединяется. Тогда-то, очевидно, речь идет о том, очевидно, речь идет о блоке Петра Порошенко, о Народном фронте, куда может присоединиться, очевидно, самопомощь. Это висит в воздухе, это, собственно, идут какие-то консультации. Вполне возможно, Батьковщина и вполне возможно Лешко. Но единственное, что... Мне кажется, опять-таки, это всего лишь мои предположения. Я не инсайдер этого процесса, но внутренний голос мне подсказывает, что если Батьковщина и Лешко даже не войдут туда целиком, то вполне может быть, что они будут входить в состав большинства частями. Такие примеры у нас тоже были, господа. Я хочу напомнить, что никто не отменял решение конституционного суда о том, что депутаты могут самостоятельно входить в состав тех или иных, формировать большинство. То есть, я думаю, что это тоже движет и господином Лешком, и госпожой Тимошенко. Если они будут чрезмерно радикальными и чрезмерно несистемными, то они могут не удержать свои фракции. Потому что все-таки фракции тоже, они как бы, ну, депутаты, они чувствуют настроение избирателей. И такого, чтобы избиратели требовали немедленного продолжения революции и самых радикальных таких средств, мы видим уже по результатам того же господина Рыжка, по динамике его электоральных предпочтений. То же самое мы видим по динамике госпожи Тимошенко. Хочу напомнить, 12 с чем-то процентов на президентских выборах, и сколько сейчас там, напомните мне, 7 с чем-то процентов. То есть, скорее, речь идет о том, что вот это вот такая радикальная месседжи, они не дают ощутимого такого прибавления. Ну, я предлагаю все-таки поговорить по назначениям. Естественно, конечно, об этом еще говорить рано, но вот все-таки, как вы думаете, рассматривается ли другая кандидатура на пост премьера, кроме Арсения Яценюка? Вот Виталий Ковальчук, которого я сегодня уже три раза цитировала, признался, что есть еще один кандидат, и окончательное решение примет коалиция. Скажите, президентская команда, она интригует, или такой человек действительно существует? Ну, я думаю, что, как бы, расклады премьерские, они, как бы, больше или шире того, что мы видим на поверхности, то, что, как бы, подается, выбрасывается в информационное поле. Но, я думаю, очень тяжело будет найти, практически невозможно найти аргументы для лидера, скажем, избирательных симпатий украинцев, ну, по крайней мере, по пропорциональной части, для того, чтобы он отказался от поста премьер-министра. Поэтому, я думаю, что надо, как бы, смотреть на этот процесс, ну, более реалистично, и я думаю, что торг будет где-то по другим, по другим должностям, но не по премьер-министру. Ну, вот если такая информация выбрасывается, наверное, все-таки что-то есть, как вы думаете? Пусть и Наталья, даже не сомневайтесь, что на пост премьер-министра есть много желающих. Вы даже в этом не сомневаетесь. Не сомневаюсь. Но речь вот о чем идет. О том, что действительно существует вот арифметика избирательного процесса, существует, очевидно, какой-то вот переговорный процесс. И что еще очень важно, я думаю, что тоже очень важно, существует та ситуация. Разумеется, нам, я хочу сказать вот так, открытыми глазами, давайте смотреть. Нам нужен премьер-министр, который пользуется доверием международных финансовых институтов. Нам нужен премьер-министр, который сможет убедить наших кредиторов о том, что деньги, которые они вложат в украинскую экономику, будут возвращены. Он должен убедить инвесторам, что деньги, которые будут инвестированы, вернутся с прибылью. Он должен убедить очень многих и многих и многих. Это, ну, это очень важный процесс. И я бы так сказал, жизнь очень жестокая штука. И если окажется, что, ну, например, появится какая-то кандидатура, которая будет выглядеть более убедительным, это тоже аргумент, который вы не сможете игнорировать. И даже большинство, и даже Арсений Петрович, они не смогут это игнорировать. Потому что та ситуация, в которой мы находимся, ну, хорошо, давайте уже перед сном не будем пугать друг друга, но мы в очень сложной экономической ситуации. И в этом смысле... Как известно, ВВП упало, по-моему, на 5%. Да и ВВП упало, и очень много у нас всего происходит такого, что если бы у нас на 5% пани Наталья упало ВВП за год, я боюсь, что цифры будут намного хуже. У нас сложная ситуация с выполнением бюджета. У нас все... То есть то, что мы видим, так сказать, телевизионную картинку, опять-таки мы видим энергичного того же Арсения Петровича, он вызывает у меня глубокое уважение. Вот действительно он энергичный, он демонстрирует все. Но есть люди, которые верят только, как у вас там написано, деньги. Есть люди, которые верят только в деньги, в цифры и так далее. А с точки зрения цифр есть вопросы. Поэтому этот аргумент я тоже не могу сразу отбрасывать. Еще вот на должность вице-премьера или спикера парламента называется кандидатура Владимира Гройсмана. Вот какая вероятность такого назначения? И все-таки кто вероятнее, спикер или вице-премьер? Ну я знаю, что называется на кандидатуре спикера Юрия Луценко. Я думаю, что это как бы процесс. И коль скоро есть или будет достигнут консенсус по кандидатуре премьер-министра, то очевидно партия партнер хотела бы иметь определенное влияние на правительство через второй пост в правительстве. Поэтому не исключено, что вот этот вот тандем останется с этого правительства и Ценюк, и Гройсман. Хотя мы понимаем, что это только начало процесса. И мы понимаем, что идут переговоры в том числе и с другими участниками большинства. И это довольно-таки сложный многоцелевой процесс, можно сказать так. Поэтому есть сейчас какие-то наброски. Кроме того, мы должны понимать, что иногда вбрасывание той или другой информации не играет, ну скажем, на руку тому человеку, о котором говорят. Это может быть как бы фальшстарт или преждевременно я сейчас не в каких-то конкретных кандидатурах. Поэтому это довольно-таки сложный процесс. Это какая-то политическая игра. И я не думаю, что сейчас есть, ну скажем, достаточные основания говорить о назначении, четком назначении или договоренностях о каких-то кандидатурах, которые обязательно будут занимать тот или другой пост. На каждый портфель министерский есть по нескольку претендентов. И они достойные люди. И я думаю, что аргументы будут еще звучать. Ну вот блок Петра Порошенко называет определенные фамилии. Возможно, вы уже читали в интернете. Это Ольга Богомолец, Пензенек, Павел Розенко, Анатолий Матвиенко и Сергей Квит, который у нас сейчас министр образования. Но Народный фронт при этом предлагает оставить некоторых своих министров. Это вот Павел Петренко, министр юстиции, Людмила Денисова, Минсоцполитики и Остап Семирак, министр кабинета министра. Вот как вы думаете, Народный фронт будет отстаивать своих людей или все-таки произойдет такая серьезная ротация в правительстве? Фаня Наталья, я думаю следующее. Я думаю, что и Народный фронт будет отстаивать, и блок Петра Порошенко, и самопомощь, и все будут отстаивать. Я думаю, что все, которые вы назвали, по каждому из них я могу сказать, что это мощные политики, уважаемые люди. Многие из них, например, вызывают уважение у меня, и то, что они делали на Майдане, и после этого. Но я хочу сказать следующее о том, что, знаете, я, есть очень, конечно, все эти персонализации политики очень важны, потому что сухие просто концепты, они мало нас утешают, нам интересна драма, нам интересна человеческая драма, и такое, знаете, борьба добра со злом в виде вот этого кандидата, он несомненное зло, а этот вот добро и с крылышками. И все понятно, так редко бывает, и я думаю, что не об этом сейчас речь. Я думаю, что самое главное, чего мы добились, опять-таки, вот, первое, у нас произошли демократические выборы и парламент избран. У нас есть прекрасный шанс, я думаю, что он будет реализован, создание демократической коалиции. Таким образом, у нас к законно избранному президенту, который, на мой взгляд, правильно было бы со стороны всех нас его поддерживать, просто потому, что он избранный президент нашей страны. Избран парламент, который тоже, в моем понимании, мы должны его поддерживать, потому что он избран нашим народом. Мы все голосовали, а те, кто не голосовал, извините, вот так и многие. Делегировали. Да, то они делегировали право. Нам могут не нравиться те или другие персонажи. Мы можем, например, ну, как в футбольном матче, вот, как бы, болеть за одну команду или за другую. Но я думаю, что очень важно, чтобы вот на этом поле вот этой вот коалиционный бюджет побеждали все-таки какие-то, мы понимали, что это, так вот, это нам нравится или не нравится, но мы все равно должны поддержать вот общее решение, потому что, потому что, потому что мы с муками, вот обращаю ваше внимание, после того вакуума власти, который у нас произошел, после этого ужасного и абсолютно беспринципного власти, который у нас была, которая закончилась бедством Януковича, коровопролитием, аннексией и утратой Крыма и вот этого всего, мы смогли избрать новую власть в абсолютно демократический способ. Это очень важный результат. Я думаю, что еще в марте месяце не очень много аналитиков вот на Западе, вот в Соединенных Штатах, в Европе верили в такой исход. Очень многие предвекали нам, что вы никогда не сможете избрать власть, у вас всегда будет хаос, распады и так далее. Но все-таки власть мы потихоньку избираем, у нас остается буквально минута. Я хотела, чтобы Василий, вы тоже сказали, вот насколько будет продуктивной и Рада, и все-таки правительство. Я думаю, что и правительство, и Верховная Рада первое время своей деятельности после вот этого вот довольно сложного поиска консенсуса определенного, она будет какое-то время довольно-таки продуктивной, она будет работать, будет избрано правительство, будут начинаться реформы. По мере продвижения этих процессов, по мере продвижения реформ, будут возможно какие-то возникать разночтения, какие-то другие, возможно, подходы, поскольку реформирование – это живой процесс. Но то, что Рада все-таки, вот многие говорили, что там будет переходного периода, вот как вы думаете? Да мы постоянно живем в переходном периоде, вот как бы перестройка была в переходной период, застой был в переходной период, это наша жизнь, это период, в котором мы живем. И, конечно, хотелось бы верить, что это переходной период от хорошего к лучшему. На этой позитивной ноте я предлагаю все-таки завершить нашу программу. Напомню, что нашими гостями были Василий Яблонский, политолог, заместитель директора Национального института стратегических исследований Украины. Спасибо, Василий. И Юрий Рубан, руководитель департамента гуманитарной политики администрации президента Украины, политолог. Большое вам спасибо. Ну а с вами была Наталья Маслова. Увидимся уже завтра в программе «Важный день». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова